Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – четвертый квартал 2016 года. Звоните 48 300. Эфир телеканала РЕН продолжает новости Анапы-регион. В студии Ирина Меркурьевна. Здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. Актуальная проблема – ситуация с вывозом мусора на контроле главы города. Высокий сезон в разгаре. Количество пляжей на курорте. Звездный гость Филипп Киркоров представил в Анапе новое музыкальное шоу «Я». Краевой совет ветеранов намерен свою конференцию по обмену опытом в деле патриотического воспитания молодежи провести в Анапе. С вопросами по организации этого мероприятия главе города прибыла делегация. Ветеранская конференция будет приурочена к очередной годовщине освобождения Кубани от немецко-фашистских захватчиков. Поэтому такое мероприятие предпочтительнее провести в городе воинской славы. Заместитель председателя Краевого совета ветеранов Дмитрий Остапченко изложил в главе города основную концепцию мероприятия, посоветовался по программе и месту проведения. Примем людей, даже не переживайте, им очень понравится. У меня к старикам нормальное отношение, поэтому примем, накормим, напоим, покажем, все сделаем, не надо мне обговорить. Ветераны свою конференцию наметили на 9 октября. Обменяться опытом в вопросах патриотического воспитания молодежи приедет в наш город внушительная делегация в составе 200 человек. Город воинской славы готов принять ветеранов радушно и сделать все, чтобы гости чувствовали себя комфортно. Глава Кубани Вениамин Кондратьев поручил создать в Крае единый многофункциональный центр для строительных компаний. По принципу единого окна застройщики смогут консультироваться по оформлению необходимых документов и заранее получать всю необходимую информацию об участке под строительство. Таким образом, МФЦ позволит исключить появление объектов капитального строительства, не обеспеченных инженерной инфраструктурой, и будут решаться проблемы с обманутыми дольщиками. По мнению властей, в результате нового введения взаимоотношений между ресурсоснабжающими и строительными организациями по получению технических условий станут прозрачными. По словам главы региона, цитирую, подключения к сетям должны быть реальными, а не вымышленными, чтобы нам не нужно было перепроверять все ресурсы. Давайте сделаем прозрачными правила игры, но движение не может быть односторонним. Нельзя только предъявлять требования к застройщикам. Надо также создавать для них условия, помогать. Это тоже наша зона ответственности. Сегодня подключение к сетям – одна из главных проблем застройщиков. Конец цитаты. Глава НАПО Сергей Сергеев взял под личный контроль ситуацию с вывозом мусора из города-курорта. Специальные совещания на эту тему будут проводиться еженедельно. Мониторингом на местах занимаются представители территориального общественного самоуправления. Район Высокого Берега – место популярное как у отдыхающих, так и у местных жителей. Елена Чумакова руководит местным ТОС. Подобные обходы она совершает минимум раз в день. Жители складывают мешки в отведенных для этого местах. Строго в определенное время его собирают коммунальщики. Когда вы ввозите мусор, чтобы убирали территорию, именно где мусор был, на что мне сказали, что у них нет инвентаря, который убирать. И на что ответили, что должен это убирать дворник, который привлекающий здесь территорию убирает дворник. На самом деле я считаю, что должна вот компания, которая вывозит, должна после себя убирать. Примерно половина четвертого, а первые пакеты уже появились. Мусор вывозят в два часа дня. И тут уже просьба к жителям подстраиваться под расписание, потому что пакеты, выставленные с вечера, как минимум привлекают кошек и собак. Убедительная просьба, чтобы выносили мусор именно в два часа дня. И тогда у нас Шанапа будет очень чистый, и наш квартал будет красивый. На соседней территории хозяева домов выставили мешки, но здесь, по словам жителей, проблема в том, что расписание приезда машины плавающие. И такого, по мнению руководителя местного ТОС, быть не должно. Вот должна мусор к пяти машин подойти, а еще неизвестно, когда она подойдет. То ли в четыре, то ли в шесть, то ли в семь. Вот мы привыкли вовремя. Если к десяти, то к десяти машины. Если к восьми, то к восьми. Если к пяти вечера, то к пяти. Понимаете? Также на участке Анастасии Химченко улица Крылова, где мусор и вовсе могут вывозить через день. Коммунальщики говорят, что улочка узкая, движение одностороннее, а небольшая машина часто занята. Но ТОСовцы полагают, что людей, которые платят деньги, это касаться не должно. Теперь по поручению главы города-курорта в администрации будут собирать и изучать информацию о проблемах с вывозом мусора. Затем приглашать ТОСовцев и представителей управляющих компаний. Мы будем приглашать по пять управляющих компаний, чтобы не превращать их в какое-то там массовое совещание. А чтобы был конструктивный разговор. Пять управляющих компаний, замечания, значит, до какого числа они устраняют, какими силами, какими средствами, может им в чем-то помощь нужна. По словам заместителя главы города, сбои, безусловно, бывают. Однако, конечная цель таких встреч – их устранить. Тем более, что население регулярно платит за вывоз мусора. А ТОСовцы говорят, что их цель – поддерживать чистоту, соответствующую роли главного детского курорта страны. В Анапе высокий сезон. Как рассказали в управлении санаторно-курортного комплекса, наш город уже встретил почти полтора миллиона гостей. И это не предел. Основной приток отдыхающих в Анапе ожидается в конце июля – начале августа. Необычайно теплая погода и ласковое солнце – это не единственная причина, по которой россияне выбирают отдых в Анапе. Доступные цены, которые на порядок ниже, чем в городах-конкурентах, высокий уровень сервиса и разнообразность досуга ставят наш город-курорт в число лидеров среди желающих отдохнуть на берегу Черного моря. В нашем городе Ростове, с которого я приехал, советуют очень этот город-курорт, потому что здесь отличные пляжи, хорошая набережная, ездить куда погулять, с детишками на кораблях. Вот мы плаваем, ходим. По предварительной статистике, город-курорт уже посетили на 5% больше отдыхающих, чем в прошлом году. Только для детей на территории муниципального образования работает 38 объектов санаторно-курортной отрасли. Великолепные золотые пляжи и сравнительно неглубокое море делают детский отдых доступным и незабываемым. У меня двое ребятишек, одному 7 лет, другому 2 годика. Так как здесь пляжик такой песчаный, неглубокое море, пологий вход, мы решили отправиться сюда. У нас сегодня последний день, завтра мы уже отчаливаем. Хорошо отдохнули, загорели, поправились, я надеюсь. Все было прекрасно. Она похорошо подготовилась к курортному сезону 2016. Более 80 объектов санаторно-курортного комплекса прошли сертификацию и отвечают всем требованиям для полноценного отдыха. Основная часть отдыхающих планирует приехать в Анапу в конце июля-начале августа. По прогнозам экспертов, в этом сезоне будет преодолена планка в 4 миллиона человек. Кафе на газоне, кафе на стоянке. Коммерсанты расширяют пространство торговых объектов за счет земли общего пользования. Несанкционированные точки демонтируют. Здесь должна быть парковка на 5 автомобилей, но вместо этого столики. В довесок к тем, что располагаются под вывеской кафе на Гребенской. Переполненная урна, нескончаемый поток пешеходов и мимо проносящиеся автомобили. Декорации, что надо для отдыха. Сотрудники полиции и администрации курорта составляют протоколы, а работники кафе недовольно собирают мебель. Нам необходимо будет изъять данный предмет с дороги, чтобы хорошо действовало дорожное движение. В связи с тем, что в городе Анапе увеличивается поток транспортных средств в летний период времени и ограничивается движение на парковке, тем самым получается здоровая ситуация. Чтобы этого избежать, лишние предметы с проезжей части, согласно пункту правил 1.5 ПДД Российской Федерации, у нас это является нарушением, в рамках которого будут изъято данные сооружения. К вечеру выносное кафе было убрано. На организаторов несанкционированной торговли составлены протоколы. Знаменитый российский певец Филипп Киркоров вчера посетил наш город. В рамках тура по югу России Филипп представил анапчанам и гостям курорта новую концертную программу «Я». За время пребывания в Анапе звездный гость прогулялся по Анапскому пляжу. Своим видео с морской прогулки он поделился с пользователями на страничке в Твиттере. Поп-король лихо рассекал водную гладь на гидроцикле. Вечером также в Твиттере Филипп Киркоров выразил благодарность всем зрителям, которые посетили шоу «Я». «Анапа – спасибо за аншлаг», – так он подписал видео и фото. Мост через реку Гастагайка, расположенный на автодороге А290 в поселке Капустин под Анапой, отремонтируют. Государственный контракт с подрядной организацией «Основа на выполнение ремонтных работ» заключен в конце июня этого года. Завершение работ планируется на ноябрь. И в продолжение темы транспорта. Пассажиропоток в аэропортах Кубани за полгода увеличился на 16%. Анапа, Сочи, Краснодар и Геленджик приняли 4 миллиона авиапассажиров. Большая часть пассажиров летала по России. За рубеж отправлялись почти в половину меньше, чем в прошлом году. Услугами аэропорта Анапы воспользовались на 600 тысяч человек больше, чем в прошлом году. Такой же прирост в Сочи. Краснодарские воздушные ворота немного сдали позиции. Тоже можно сказать и о Геленджике. Напомним, в марте этого года база «Лайра» начала строительство нового терминала Международного аэропорта Анапа, который планируется ввести в строй уже в конце 2016 года. Внимание! Экстренное предупреждение! По данным Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю, до 17 июля на территории Анапского района ожидается пожароопасность 4 класса. Высока вероятность возникновения природных пожаров. Обращаясь к жителям и гостям курорта, Управление гражданской обороны и защиты населения убедительно просит неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности, не разжигать костры на приусадебных участках вблизи лесных массивов. Категорически запрещено разжигать мусор и сухостой. Генеральный партнер программы новости. Производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Все новости вы можете найти на нашем сайте. Я с вами прощаюсь. До встречи.